Мне подогили вертолет на Новый год, и я начала встать. История появления и увлечения радиоуправляемой техникой Никиты Пундер начинается так же, как и у многих мальчишек-участников соревнований. Однако сегодня это не просто хобби. Это своеобразный спорт, где только усиленными тренировками можно добиться высоких результатов. На протяжении трех лет свои навыки эти юные гонщики демонстрируют на общегородском конкурсе «Управляй мечтой», который для Центра дополнительного образования стал традиционным. За красивым действием, происходящим на нескольких площадках, кроется большая работа. Причем не только над собой, но и над своим автомобилем. Интересно, вот разбираешь, собираешь, покупаешь детали, двигатели ставишь новые, шестерни металлические, масляно-нормотизаторы, гидравлические. Сколько разгоняется? 35 километров в час. Я, например, нахожу какие-нибудь там, беру из дома бутылки, расставляю их там, между них проезжаю, пытаюсь с большой скоростью засекать там время. С каждым годом таких мальчишек с горящими глазами в Центр дополнительного образования детей и молодежи приходит все больше и больше. Для них это своеобразный старт на профессиональном пути. Ведь будущее за беспилотными технологиями. Техническое творчество – это приоритетное направление дополнительного образования. Оно сейчас очень востребовано и под наблюдением находится в стране. Поэтому задача нашего отдела – развивать техническое творчество, популяризировать его, привлекать детей к нему.